И в развитии темы. Еще одна федеральная программа устойчивая развитие сельских территорий предполагает обновление домов культуры. Два из них скоро появятся в Канажском районе. Жители села Шихазаны уже 10 лет обходятся без Дома культуры. Благо Канаж рядом, всегда можно съездить. Но это для молодежи. А что остается делать людям в возрасте? Ведь им тоже хочется и кино посмотреть, и на концерт сходить. Там случился у нас пожар, и Дом культуры разобрали. И после этого, значит, уже 10 лет у нас дома культуры нет в Шихазанах, в селе. Народ очень страдает, молодежь выезжает на дискотеки в другие населенные пункты. Проект строительства культурно-досугового центра разработан. Реализация запланирована на 2019 год. Здание клуба будет отвечать всем современным требованиям. На эти цели предварительно будет выделено около 50 миллионов рублей. Общая площадь строительства 11 тысяч квадратных метров. Объект предусмотрен на 300 посадочных мест. Общая площадь объекта – это около 800 квадратных метров. Предусмотрены там и цветники, и кустарники, и благоустройство близлежащей территории. Это стоянка под 30 машиномест. Мы не можем говорить о нормальном развитии села без культурно-досугового центра. Он важен для села. В селе Яманово здание сельского клуба возвели еще в 60-е годы прошлого века. С тех пор капитального ремонта здесь не было, а здание ветшает. Поэтому жители решили совместными усилиями отремонтировать клуб. В первую очередь заменить протекающую крышу. Так жители вошли в программу «Поддержка местных инициатив», где на помощь приходит республиканский бюджет. Общая стоимость ремонта составила 220 тысяч рублей. В процентном соотношении у нас получилось 40 на 60. 40% мы собрались с населения, 60% мы получили с республики. В планах на будущее у нас закончить ремонт с этим клубом, фасад закончить, окна поменять. Если инициативная бюджетерия не дальше будет работать, эта программа, мы согласны дальше участвовать. Галина Титарчук, Рифат Фадкулин, Сергей Адушкин, Республика.